Я как будто занедужу Лист почтовый теребя Кто печаль твою остудит Кто поплачет за тебя Ну а если нет спасения Жизнь как жуткое кино Под кладбищенской сиренью Твоя матушка давно Если дом твой перестужен Если окна без огней Ну скажи кому ты нужен Кроме родины своей Кто-то в гору, кто-то в нору И жена махнул скринца Сыщет новую опору Сменит камень у кольца И на дальнем перегоне Будут душу согревать Две горячие ладони Это родина и мой Потому опять и снова Словно вены на руке Два заветных этих слова Рядом в русском языке Пусть сияют, завлекая Чужие дальние края Там, где мать твоя родная Там родина твоя Там родина твоя Там, где мать твоя И на руке Добрый вечер! Добрый вечер! Добрый вечер! Дорогие гости! Дорогие друзья! Очень приятно, что сегодня здесь собрались Замечательные люди которых объединила любовь к нашей Родине. И сегодня мы будем вместе, сегодня этот литературно-музыкальный творческий вечер будет посвящен теме «Нас не отучат Родину любить». И я очень рад и доволен, что здесь люди, которые по-настоящему любят Родину, для которых долг, честь и совесть – это непростые понятия, и которые сегодня пришли поприветствовать человека, который нас всех здесь сегодня объединил. Это поэт, лауреат премии Ленинского комсомола «Человек», которого песни мы часто слышим по радиотелевидению, песни которого только что сейчас прозвучало в исполнении Александра Маршала. Это Анатолий Пшеничный. Я хочу пригласить на сцену главного редактора журнала «Сфера», писателя Михаила Кизилова. АПЛОДИСМЕНТЫ А что происходит? А то происходит. Милая Родина в землю уходит. Едешь домой, от версты до версты, россыпи деревни, зола и кресты. Что происходит? А то происходит. Мэр землемерам по кладбище ходит. Что впереди? Расширяем по ГОСТу. Ждем в этом деле высокий прирост. Что происходит? А то происходит. Сеяли правду, да что-то не всходит. Черные руки, испитые лица. Здравствуй, Григорьич. Приехал проститься. Это последняя секретарь Анатолия Пшеничной, которая недавно опубликована, но для поднятия настроения я немножко о другом. Внучка попросила купить билеты в театр. Ну, естественно, ухожу в интернет, выскакивает реклама самого раскрученного современного исполнителя. А слева «Ее негромко звали Нина». А чуть ниже автор неизвестен. Я чуть не лопну от возмущения, возвращаюсь в Яндекс, набираю «Ее негромко звали Нина», распрою почку одна. Выскакивает та же реклама и тоже стихотворение. «Ее негромко звали Нина». Расправила юбочку она, садилась как за пианино, за третью парку окна. И что мне было? Нос до челка, но разбирала душу дрожь, как будто лучшей девчонки во всех десятих не нашлось. Мы юных чувств не измеряем. У нас жили мальчишеский протест. За недоступность выбираем прибеги мучиться невест. Ведь до сих пор не объяснила та, что из тысячи одна садилась как за пианино, за третью парку окна. «Толя, конечно, ужасно, что воруют в стране все и все. Еще хуже, когда твои строки объявляют безымянными. Но с другой стороны, прошло 30 лет, когда были написаны эти строки, и, глядишь, еще через десяток лет появится романс, который будет называться «Нина» или «Ее негромко звали Нина», а в титрах значится «Автор неизвестен». Я искренне желаю, чтобы такой роман появился. Искренне желаю, чтобы были новые образные строки, чтобы были замечательные песни, но чтобы в титрах все-таки значилось «Автор слов» или «Стихи» Анатолия Пшенична. Спасибо тебе. Еще тут, «Люди спасатели» есть спасатели в замечательных ситуациях, а есть спасатели литературные. Мишки Зилов, один из них, Юра Фалепов, который должен быть сегодня здесь тоже, они спасли свои журналы. Быть главным редактором журнала «Смена» вот тогда, когда все рушилось, и остаться, и поднять журнал, как и литературную газету, но мы еще об этом скажем. Спасибо вам, что вы пришли послушать стихи, спасибо вам, что вам надоело попса, наверное, все-таки, и захотелось послушать, то, о чем вы сами, наверное, думаете. Наверняка, потому что я верю, что пришли единомышленники. Все на продажу, прочее забыть, боготворить лишь деньги или силу. Нас отручают родину любить единственную, кровную Россию. То не народ, то к звездам не долет, но веселится статус свой, развеев, страна низкоопущенных господ и высоко поставленных лакеев. Но в глубине, но в глубине родной моей страны, средь деревень, тоскующих о чем-то, бесценным слоем скрытой старины, еще живут шайтанка и ключевка. Там прописные истины строги, не лгать, не красть, завет оставить сыну, там тоже бьют, но отдают долги, там тоже бьют, но не стреляют в спину. Их с каждым годом меньше этих мест, где нехитря служить идут солдаты, где непритворно крестятся на крест и знать не знают взятки и откаты. А мы не там, мы в блогах и указ, и поят нас не родники Атина, но по ночам не зря тревожит нас фантомной болью память пуповина. И до тех пор, пока вот эту нить не оборвет нож острый ли выстрел, нас не отучат Родину любить учителя, не знающие истину. Я дрался честно, не косил, не лукавил, не слыл бойцом не ради красного словца, но объявили вдруг теперь бои без правил, и можно всем нам победного конца. а как же так крови тот, кто на тебя поставил, так будет кровь, боишься крови, не вяжись, спокойно суди, ведь идут бои без правил, бои без правил, как и в целом наша жизнь. А ваша жизнь такая стала непростая, не в день до смерти, как от бакса до рубля. Любовь товара вместо дружбы только стая, в которых много нас, но каждый за себя. И если друг тебе ловушек понаставил, а за спиной твоей подруга ждет других, не удивляйся, человек, в боях без правил, одно лишь правило, что правил никаких. Я устоял и не доверился соблазну пустить на выучку припрятанный металл, и не ударил ниже пояса ни разу, и на лежачем его кости не ломал. Кто победил из нас, я так и не дослушал, а только слышал как у смерти приговор за то, что наши правила нарушил и полный короткий убор. Дорогие друзья, на сцене оркестр службы внешней разведки под руководством заслуженного артиста России Бориса Бугаткина, главный дирижер заслуженный артист России Игорь Рыбенко. Я очень рад, что сегодня вы услышите оркестр, который услышать не так просто. Не за всеми стентами его услышишь. Оркестр действительно замечательный, музыканты собраны хорошие. Мы с ними выпустили диск отдельный, такая вот работа о работе разведчиков. И думаю, что мы будем продолжать работу с такими людьми, с людьми, которые не только музыканты, но настоящие патриоты своей родины. И я сегодня, конечно, очень бы хотел сказать теплое слово о тех людях, которые работают для страны за рубежами. Сейчас работать за рубежом, это раньше, может быть, было что-то, не знаю, приятное. Сейчас за границу все едут и работать там не за деньги, а на совесть для своей родины непросто. Что-то, ребята, в груди мои пусто, глохнет мотор, и в начале пути не покидает тревожное чувство, что-то намерено произойти. Белые вороны, черные кошки, розовый ветер в нерусском саду, я откручу боковое окошко, крепкую скорость глотнув на ходу. Так летел бы меж точек речи, но светофор перерезал разбег, в круге зеленом пропал человечек, в огненном круге стоит человек. Ах, светофор, постовой непреклонный, я тормоза выжимаю пыля. Светлая родина, круг твой зеленый, красный твой круг, неродная земля. В круге зеленом грачи прилетают, вертятся льдины по рекам скользя. Мама стареет, и сын подрастает, и вспоминают все реже друзья. А светофор, как заклинен на красном, в спину гудки подгоняют меня. И напрямик перекрестком опасным я провожу заводного коня, я за чужую страну не ответчик, но не чужая запомнит навек. В круге зеленом пропал человечек, в огненном круге стоит человек. Аплодисменты. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 В языке нашим русском не счесть слов красивых и фраз раскаленных, но отечество, доблесть и честь пламенеют на наших знаменах, потому что за нами страна, без которой мы мало что значим, пусть мы прячем порой имена, но за базуха и камня не прячем. Такая вот работа, а правед и судьба, до крови и до пота лишь позовет труба, дорожная разметка, небо и вода, а пока живет разведка, не пропалет страна. Пусть он долог, незримый наш бой, но затем и пошел ты в разведку, чтоб для тех, кто идет за тобой, придержать отведенную детку, чтоб приснуть не могли по лицу и засады, ни смерчи, ни войны, чтобы ни другу, ни под лицу не жилось в этом мире спокойно. Такая вот работа, а правед и судьба, до крови и до пота лишь позовет труба, дорожная разметка, небо и волна, пока живет разведка, не пропалет страна. Ни за чин, ни за денежный куш, не жалеют себя мои братья, нам отцы в тайники наших душ заложили святые понятия, чтоб успели мы их пронести сквозь границы на злуки обиды, да поможет нам память в пути, словно зеркало заднего вида. Такая вот работа, а правед и судьба, до крови и до пота лишь позовет труба, дорожная разметка, небо и волна, пока живет разведка, не пропалет страна. Где-то гаснут в Москве фонари, день приходит в родную столицу, закури, мой дружок, покури, и ты вползай на весь за границу. Завтра вновь телеграмма уйдет, будет роль, но не будет овации, пусть нас кто-то добром поменет у корректоров далеких инстанций. Такая вот работа, а правед и судьба, до крови и до пота лишь позовет труба, дорожная разметка, небо и волна, пока живет разведка, не пропалет страна. Пока живет разведка, не пропалет страна. Спасибо моим товарищам, с которыми я вместе, Бог оба, работал за границей много времени. Знаю их, помню, о их работе. Спасибо им. Владимир Григорьевич, следующий исполнитель, да? Ольга Чутоева. Мы так будем в спокойной манере, у нас не в классический концерт, творческий вечер, поэтому, наверное, у нас пропороны Анатолия Анатольевича нет, да? Пришел? Дошел. Тогда я с радостью объявлю вам участника многих моих концертов, хорошего человека, очень замечательную певицу, заслуженную артистку России, Ольгу Чутоеву. Ольга Чутоева. И композитор Борис Зиганшин. Вот, они у нас сами сказали, что они написали. В рояле Борис Зиганшин. Здравствуйте, дорогие друзья, дорогой Толечка. Вот, видите, мы такие все близкие, родные. От всей души я поздравляю тебя с юбилеем, таким замечательным, великим юбилеем. Мы сегодня приготовили две песни. У нас премьера, поэтому мы волнуемся. Я думаю, что это здорово. Первая песня называется «Куда уходят матери от нас». За роялем композитор Борис Зимцов. Вы избавьте шаг, когда идете мимо, «Куда уходят матери от нас». Простых ограбки, крестик да трава. Любовь и мама так неразделимы, простые эти добрые слова. Простые эти добрые слова. Нам не дописим мы, как телеграммы, Туда-куда-куда не помнят опоры. Что не было бы без любви. И мамы, ни нас самих, Ни наши детворы, Ни сладких слов на золотом восходе, Ни лучших слов с ростинками у глаз. И все-таки, куда они уходят, Куда уходят матери от нас. Средь миллионов или миллиардов, Лучистых звезд, сигнальщик во мгле, Я точно знаю, Матушкины взглядом горит от дна, Не тянется к земле. Она горит, она не умирает, Чуть отдохнет и заплывает вновь. Нам наши бабы землю согревают, Чтобы на ней не кончилась любовь. Нам наши бабы землю согревают, Чтобы на ней не кончилась любовь. Вот, Толь, забыла одну вещь сказать, Что я у землячка. А это очень важно. Брат родной. Да, у нас один отец Урал. Да, Толечка? Да, да. Вот такой вот. Я так понимаю, что в зале сегодня много земляков наших. Они пришли сюда тебя поздравить. И вторая песня называется «Полевая жена». Премьера товарищей. Очень важный момент. Этой должности нет на листах боевых расписаний. Недалеки там, где смертями набиты бои. И до гроба любить на войне не дают обещаний. Ведь война — это жизнь, у которой законы свои. Говорят, что войн абсолютно не женский лица. Может, это и так, но опять же из огня в ряд. Словно ангел крылом укрывает упавших солдат. И нагрянет весна, как кино до военного мира. В обошенную ночь заменует шлюхий цвет. Полевая жена, фронтовая жена командира. Вдруг заплачет от счастья, названья которому нет. Что поделаешь, если в землянке душа замерзает? Если знаешь, что завтра, быть может, навек тишина. Ведь родная жена только раз на войну провожает. И почти каждый день смотрит вслед полевая жена. Перепутал опять звездом от небеса и погоны. Но примчится приказ, развета фронтовое жилье. И навстречу сверху командир поведет от Алены. У последней черты вспоминая совсем не ее. А поток будет в мае, и парадная тяжесть мунтира. И победный салют поездам не задержит разбег. Полевая жена, фронтовая жена командира. Вновь заплачет от счастья, с которым проститься навеку. Полевая жена, фронтовая жена командира. Вновь заплачет от счастья, с которым проститься навеку. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Заслуженный артист России Ольга Щитоева. АПЛОДИСМЕНТЫ Большое счастье, когда на юбилей своих учеников приходят учителя. Так везет не каждому. Поэтому я с искренним уважением и преклонением предоставляю слово лауреату Государственной премии России, учитель Анатолия Пшеничного Анатолия Парпарьян. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Я прошу прощения за опоздание, я только что из Смоленска. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ А поскольку Смоленская земля по Теренской линии моя родная, я там провел... Вот знаете, когда началась война, многие бежали из Смоленска, из Москвы. А вот моя мать, наоборот, из Москвы уехала под Смоленск. А там уже оккупация, там расстрелы наши деревни. Ну извините, что об этом сказал. Вот сегодня, конечно, Анатолий праздник, юбилей. Вот, но я вспомнил, что сегодня же, вот в этом месяце, еще один юбилей. Юбилей, первая серьезная публикация его в печати, тогда все советское. В «Комсоморской правде» ровно 30 лет был напечатан небольшой цикл его стихотворений. И что сегодня приятно будет отметить, то что одно из его стихотворений стало песней. На прочитаемых стихи один из композиторов, Анатолий, не знаю, потом ее фамилия, вот, позвонил ему и сказал, что я написал стихи на вашу песню. Ну а теперь его песня уже поэт весь народ. Вот так начинается. Но я, дорогие друзья, по просьбе Анатолия прочитаю стихи о России. Поскольку день рождения, он меня попросил, я обязан волю юбилея исполнить. Россия, Родина, тревожно. Опять волна непорвоты, и отмолчаться невозможно, и кривида затыкает рты. Она вошла в такую силу, она взяла такую власть, что пересилила России защитоборческую часть. Увы, как ведают скрижали нам правду горькую свою, мы кривду и на трон сажали, и поклонялись, как царю. И подступало нестроение среди стройных ранее рядов умов, то было помрачением, или тайный промысел врагов. Но наступало протрезвление от страшных и похмельных дней и правды мудрой воцарения среди разора и скорбей. И нам, и чувство славной свободы в душе отрадно и легко. С такой историей народы не пропадают в тьме веков, и мы, с бедой встречаясь в линии, не отведем сыновья глаз и кривду наглою отринем в который раз. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Так получилось, что мы с Анатолием, но не только дружим, но как настоящие друзья, мы еще обмениваемся друзьями. АПЛОДИСМЕНТЫ Вот, например, я познакомился с некоторыми композиторами, вот сегодня был выступать Борис Яганшин, в свое время я их познакомил там, ну и других сейчас буду называть. А он меня, естественно, познакомил со своими друзьями, с дипломатами, военными, которые теперь стали моими друзьями. По-моему, это самый замечательный бар в мире. АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Один из наших друзей написал музыку на моей стихе «Россия не погибет никогда». К сожалению, с годами память начинает ослабевать, и я сейчас быстренько пролистаю, с к сожалению. Нет, к сожалению, в этой книге нету. Но тогда, Толя, я прочитаю «Братам Славянам», ладно? А в следующий твой юбилей я обязуюсь прочитать точно. Не в первый, братьям славянам, не в первый раз вбивают клин между нами свидетели прошедшие века. Но к счастью мы хранимы небесами, и Рим не перессорил нас пока. Славяне мы, нам страх в бою не страшен, но в мирной жизни мягкость в нас вошла. И нет числа, одержанным победам, как неудачам нашим, нет числа. Спасает нас природная смекалка, а губят и раздоры, и вино. Пусть нам уроком горьким будет калка и символом борьбы бородино. Но в генах наших все, при Грюнвельде сражения, и Косово, и Белая гора, Единые организмы все в движении и в сторону беды, и в сторону добра. Все нас роднит прозрение, убеждение, и страшный, как фашизм, жестокий час. Пусть разведут на время заблуждения, но кровь опять соединяет нас. Свой путь земной века проходим честно. Самим себе придирчиво строги, обнимемся, друзья, и да исчезнут и божьи, и славянские враги. Поэты-дипломаты или дипломаты-поэты в России явление уникальное и неповторимое. Средизвечайный полномочный посол Советского Союза в Королевстве Бельгии Феликс Петрович Богданов был некоторым недоумением. В который раз ему докладывают, что новый сотрудник, который еще года не работает, удивляет. Не такой, как все. На всех дипломатов приходят соответствующие бумаги из полиции, что нарушают скорость. Ну, как везде во всем мире. Анатолия Пшенична не приходит. Ну, сначала, так сказать, не докладывали, потом вроде интереса доложили. В конце концов спрашивают Анатолию, а в чем дело? Он говорит, да я просто езжу со скоростью меньше 140 км, не езжу. А счетчики реагируют от 100 до 120. Это действительно явление такое, но я хочу сказать для того, чтобы представить сейчас Григория Дунаева, заслуженного артиста России, актера, который прочитает на стихе Анатолия Пшеничного из сборника поэты-дипломаты России. АПЛОДИСМЕНТЫ Кстати, впервые вышел такой сборник, аудиосборник, только что он был представлен в МИДе. Вот здесь сидят товарищи, которые в сборник входят. То есть дипломатия представлена нескольких веков, поэтическая дипломатия. И всю эту огромную работу студии совершил, сделал как раз заслуженный артист России, актер театра и кино Григорий Дунаев. Спасибо и вам, Анатолий Григорьевич, за ваши замечательные стихи, которые мне довелось прочитать в этом альбоме. И я хочу сказать о том, что ваше творчество, ваше последовательное патриотическое творчество, я ставлю в один ряд с произведениями и творчеством Владимира Казимирова, тоже поэта-дипломата, который также представлен в этом сборнике, и творчеством Владимира Масалова. А если говорить о других поэтах, нам более известных и простым языком, которые пишут, такие как Твардовский, Рубцов и Есенин. Вот, Анатолий Григорьевич, простите, но так. Анатолий Григорьевич, простите, но так. Оказалось, что душу свело. Падал медленным ястребом вечер, удивленно скрипел, краснотал. Думал, бросят мне руки навстречу. Оказалось, никто не узнал. Постоял у знакомых перил, пробежался глазами по крышам. Здравствуй, Родина, проговорил. Даже лая в ответ не услышал. Я не привык к чужому языку. И сколько не учил и не старался, как будто конь о камне на скаку. Я о чужие слоги спотыкался. А рядом были асы, знатоки. Но холодело сердце мое снова, Когда мои родные земляки вдруг русского не находили слова. Родная речь от Родины вдали, Где в слое Русь значение крамолы, Я опирался, как на костыли, На чуждые скребучие глаголы. И как в последних спичек коробок В таежном промороженом зимове Я свой родной уральский говорок Оберегал в трескучем чужесловье. Спасибо, память, стражница сова, Что ты очей на службе не смыкала, Не выпускала отчие слова, И без нужды чужие не впускала. Пусть я высот служебных не достиг, Хоть и постиг земные перегрузки, Но не усвоил русский мой язык. Нелепые фразы. Как это по-русски? Борис Иганчев, партия предприятия. Анатолий Всеречный. Дорогие друзья, Позвольте предоставить слово Собратьям Паперу Анатолия, Первым в стиле правления Московской писательской организации Максиму Замшину И Ивану Голубничьему, Главному редактору газеты Московский литератор. Добрый вечер. Для меня Анатолий Пшеничный, Во-первых, конечно, очень близкий друг, Очень близкий человек, Человек с тихами, Я которого всегда наслаждаюсь. Но вообще наблюдение За тем, может быть, 10-12 лет, Которым мы близко общаемся, Привели меня к той мысли, Что в нем удивительным образом Сочетается такая вот Настоящая мужская повадка, Прекрасное воспитание, Удивительно достойное поведение В любых ситуациях. И при этом нежная, Верическая, ранимая душа поэта, Склонная к метаниям, И к каким-то прорывам, И наоборот, к падениям, И к взлетам, И ко всему тому, Что называется поэтическим поведением. И сочетание это столько гармонично, Что вызывает не только восхищение, Но и как-то притягивает, Мне кажется, к нему разных людей, И заставляет искать его общение, И наслаждаться не только его творчеством, Но и им самим. Не первый твой юбилей мы здесь празднуем, Ощущение, что все моложе, Стихи твои все прекрасней, И желаю тебе, чтобы эта своеобразная парадигма Только усиливалась. У нас есть для тебя Небольшая от московской Организации награда, Ее вручит секретарь правления Союзописателей России, Главный льдатор для этого Московского литератора Иван Глубничек, Тоже думаю, наверное, что-то скажет. Дорогой Анатолий Григорьевич, Все эти годы трудны для страны, Для народа, для писателей. Ты был с нами, И мы в полной мере, Наша писательская организация, Наши писатели, наши товарищи, В полной мере знают Широту твоей души, Яркость твоего таланта, Знают тебя как яркого поэта, Который в своем творчестве Всегда стоял на позициях Русской традиции, На позиции русской, Всего хорошего, Что было в нашей истории. Человека, который никогда Не отказывался от нашего Сложного героического прошлого И всегда свою позицию Выражал в поэзии И в выступлениях достойно, Четко и, так сказать, Никого не задевая. Мы знаем тебя как Замечательного общественного деятеля Вообще вот для сегодняшнего общества, На мой взгляд, Анатолий Пшеничный Являет такой вот тип человека, Человека слова и дела, Который состоялся во всем Как личность, Как профессионал, Как поэт, И в этом ему Можно только по-хорошему Позавидовать. И мы знаем Анатолия Пшеничного Как замечательного товарища, С которым всегда Приятно разделить застолье, Разделить дружеское общение. Анатолий Григорьевич, Я хочу сейчас, Мы с Максимом Адольфовичем Хотим объявить, что Решением наградной комиссии Московской городской организации Союза писателей России За вклад в литературу И в связи с днем рождения, С юбилеем, Анатолий Григорьевич Пшеничный Награждается дипломом Литературно-общественной премии Золотая осень С вручением Одноименного ордена Имени Сергея Александровича Есенина Поздравляем с юбилеем Со славной наградой Вам говори, говори еще Хорошо, как говорим, Лучше, лучше почитай Да, Максим сказал, Что мы не первый юбилей Отмечаем здесь, это так И мне хотелось бы в качестве Своего вклада Спеть песню Так сложилось, что Когда-то давно мне полюбилась Песня Анатолия Пшеничного И ему, наверное, не очень частый случай Когда поющему поэту понравилось Как кто-то поет его песню Ему это понравилось И с тех пор как-то сложилось Что я ее исполняю На его юбилейных вечерах И навечно на других мероприятиях Песня посвящается Игорю Талькову А также всем ушедшим Ныне живущим и будущим русским поэтам Анатолий Пшеничный Слышно? Уж так устроен белый свет И это снова повторится Когда рождается поэт То перед ним и лего след В ночи рождается убийца Лишь небеса над головой У них всегда одни и те же И в этой схватке роковой Да срока дым пороховой Как дым табачный без мятежа Поэт не верит в этот срок Как сной не верит в день метельный Над перекрестками дорог Крыла его летучих строк Оберегает крест надельный Но без конца болит душа И вместо песенок во славу Столпы сановные кружа Стекает боль с карандаша За оскорбленную державу Ему шептать бы о любви Ему б сюжеты интересней Но на слезах и на крови Держа иконы алтари Как белый храм восходит песня Она восходит там, где мгла Где славят у лживого мессию И я сияют купола И бьют ей я колокола Спаси, сохрани Россию Кому опасен ты, поэт? Кому от слов твоих не спится? Смолкает зал и гаснет свет Лучи находят силуэт И поднимается убийца Но храм из музыки и слов Стоит весь белый на опушке Неотомщенные с крестов Глядят Рубцов и Гугляев Есенин, Лермонтов и Пушкин И вновь рождается поэм Анатолий Пшеничный Секретарь правления Союза писателей России Иван Гуравничий Не окончена дорога И цветет в окошке сад Мне осталось жить немного И осень эдак шестьдесят За спиной вся та же дата Но подчестно говорить Не хочу я вас, ребята, перепеть и пережить Что поставив без испуга Эту жизнь навеселее Точно знать Что есть за друга Кому выпить на земле Это мы сейчас говорим друзьям Очень хорошо сказал Анатолий Анатольевич Парпарат Об артере дружеском Мы это слово не потребляем Действительно, цепочка такая существует Но, к сожалению, существует сейчас В настоящее время и другая цепочка Новое святовление об этом Набирают друзей в интернете Как грибы в лесу Только б успеть Дяди взрослые, тети и дети Позывные забросили в сеть Пальцы быстрые в клавиши тычутся Отыскать, заловить, обогнать У тебя уже сколько? Ах, тысяча! У меня вот две тысячи пять Как на нитку бесчетные бусины Все нанизывают имена Оглянитесь, ослепшие юзеры На минувшие вас времена Там без клавиш блютузно-вайфаевых Мы умели сжимать кулаки Там друзей на всю жизнь выбирали мы За надежность и крепость руки А земля все такая же вроде бы И вода, но как кровная месть Входит в душ, входит в мозг Виртуальная родина Виртуальная дружба и честь Заболею Кот дальнего города Наберу, отложив ноутбук Здравствуй, друг Без тебя что-то холодное И услышу Дождись меня, друг Песня «Друзья» Песня «Друзья» Песня «Друзья» Своих верных друзей Упрекать я не вправе Затерявшихся вдруг Для ночных патрулей Кто же рядом со мной Может в нынешних днях Не хватает мне света Чтоб понять, разглядеть Кто же рядом со мной Темно вокруг, но если вдруг Шагнет навстречу старый друг Легко раздвинут Круг разлук и мельчужбин Звучит знакомое словцо И озаряется лицо И слова «Я» На этом свете не один Кем бы я без друзей Был на этих широтах Где слова тяжелее Чем свинец на войне Был бы домом большим Где замок на воротах Был бы мелкой рекой Без ручьев по весне Был бы словно музей Где замок на воротах Был бы мелкой рекой Без ручьев по весне Потому что сильней Давит память на плечи И дежурных речей Разрывая колецо Я кому-то идущему Ночью навстречу Безответно шепчу Осветите лицо Я кому-то идущему Ночью навстречу Безответно шепчу Осветите лицо Темно вокруг Но если вдруг Шагнет навстречу Старый друг Легко раздвинув Круг разлук И бель чужебе Звучит знакомое словцо И озаряется лицо И снова я На этих Не один Звучит знакомое словцо И озаряется лицо И снова я На первом свете Не один Осветите лицо Слава друзьям АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Большое спасибо Вы знаете как здорово Что много стихов Я пишу О подвигах наших отцов У меня отец фронтовит О наших старших братьях Товарищах наших Которые воевали Уже после войны И здорово Что есть связь поколений Я сейчас прочитаю Створение Ко своему отцу А потом будет песня Вот о связи Поколений В России нет не воевавших Поколений к сожалению Россия никогда не нападала Всегда оборонялась Но приходилось воевать Везде где есть мальчишки Рождались в семьях Всегда там были солдаты Когда опускались Вечерние тени А где-то рассвет Начинался другой Садились с братишкой К отцу на колени Послушать про битву Под Курской дугой Солдаты вставали По красной ракете Свинец по броне Барабанил как град И папка Такой как на желтом портрете Карабкался к доту Со связкой гранат Он нам о себе Не рассказывал много Зато поименно Припомнить могли Мы каждого друга Его фронтового И тех, кто вернулись И тех, кто легли От майских салютов Светлелого круги И гордости звезды Не пряча в глазах Мы шли и держались За папкины руки За крепкие руки В пустых рукавах И песни Отцовские песни Они передаются Из поколения в поколение И очень хорошо Что сейчас на московском конкурсе Военно-детском конкурсе Детской Военно-патриотической Песни Прозвучала песня Которую я написал Написал в общем-то Несколько лет назад И то, что поют такие артисты Я потом объявлю его имя Солдатская лямка Ян Боков АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Бойник служил в пехоте Сквозь огонь прошел и дым На горячем южном фронте Был связистом боевым За Россию, мать в ответе Воевал и горевал Сочинил себе куплетик И под Керчьг напевал Утянем лямку туда-сюда Война не мангами, война беда Вот, добавлюем, закатим пир Сынок родится и будет мир Выживайте, я родился гитарист и хулиган На судьбе моей скучился полыхающий агат Леча рация сгибала, пухла в каске Голова под каркулом напевала Медлесанная братва Утянем лямку туда-сюда Война не мангами, война беда Вот, добавлюем, закатим пир Сынок родится и будет мир Вышел целым из Афгана Сын родился у меня Подрастал пока в Капканы И расставила Чечня С водки сын с АКМСом Посылает мне привет И поет под гудель лесом Старый ледовский куплет Мы тянем лямку туда-сюда Война не мангами, война беда Вот, добавлюем, закатим пир Сынок родится и будет мир Ой, ты родина, Россия Ты любила, как могла Умирать ты не просила Да не всех уберегла Что не сыт почти, что каждый Твоец, то командир И ответ скажи Когда же будет этот самый мир Мы тянем лямку туда-сюда Война не мангами, война беда Вот, добавлюем, закатим пир Сынок родится и будет мир Мы тянем лямку туда-сюда Война не мангами, война беда Вот, добавлюем, закатим пир Сынок родится и будет мир Пусть будет мир Ученик третьего класса музыкальной Второй школы Ян Боков И оркестр растет с ним Служба внешней разведки Под руководством Бориса Букаткина Дирижер Игорь Жеменко АПЛОДИСМЕНТЫ 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 Хорошо, что защитники растут И певцы А певцы в восстании русских воинов Всегда были нужны Они всегда были и будут нужны Не так все просто с нашей державой Раскроили державу Как будто ножом по живому порезали острым И остались нечаянно за рубежом Наши русские братья и сестры Будто бы среди волн В развороте крутом Захлестнула незримая сила Человек за бортом Человек за бортом Но не сбавила ходу Россия Не нужны им от нас Ни калачи, ни соль Не нужны ни матрешки, ни танцы Они молча стоят У российских посольств Чужаки, земляки, иностранцы Как они берегут Эту тонкую нить Не за деньги И статус державный Все готовы отдать Только бы сохранить Русский паспорт И крест православный Отвечают они За всех русских людей Обжигаясь от злых улыбки За твоих близоруких Россия вождей За твою доброту И ошибки Ни казахи Ни азеры Ни латыши Хоть вросли в эти воды И суши Я прошу тебя, Родина Ты не спеши Поминать их Славянские души Будто бы среди волн В развороте крутом Захлестнула незримая сила Человек за бортом Человек за бортом Оглянись И дай руку Россия К сожалению За рубежом За рубежами Нашей Родины Нашего Советского Союза Остались Не только наши русские люди Которые Слава Богу Сейчас вроде бы Все поправляется Идет Как должно быть Должно быть Все как положено Кто русский человек Советский человек Русский человек Должен жить в России Если он хочет там жить Но за рубежом Остались другие Наши люди Наши ребята Памятники Оставшиеся Все кто за границей был Знают что Хорошо после войны Да Были памятники Какое уважение было И что происходит сейчас Вот песня об этом Песня называется Держись Алеша На площадях На кладбищах И в парках Где шли бои У гор чужих рек Они стоят Упавшие в атаках Они стоят Воскресшие навек И не уйдут Ни днем Они Ни ночью Не бросят Кос По снегам И дождем Держись Алеша Бог еще не кончен Дождись Братишка Мы к тебе Прием За их спиной Гранитные Знобена А на руках И дети И цветы И помня всех Упавших По именам Они стоят Как память И посты И не уйдут Ни днем Они Ни ночью Не бросят По снегам И дождем Держись Алеша Бог еще не кончен Дождись Братишка Мы к тебе Прием Все краше Жизнь Спасенных И без травок И все Скупее Речи И венки Еще Вчера Любимы И желанны Уже Сегодня Будто Враги Но не Уйдут Ни днем Они Ни ночью Не бросят пост Под снегом И дождем Держись Алеша Бог еще не кончен Дождись Братишка Мы к тебе Придем Пусть Не сотрутся Памятные Даты Фонза и Сюнир Тревожащий Страхой Они Стоят Советские Солдаты Не тягачатся Под должностью Такой И не уйдут Ни днем Они Ни ночью Не бросят пост Под снегом И дождем Дождись Алеша Будет Еще не кончен Держись Братишка Мы к тебе Придем Алеша Алеша Стоять под здоровьем Дождись Но не уйдут Ни днем Они Ни ночью Не бросят пост Под снегом И дождем Дождись Алеша Больше Не кончен Держись Братишка Мы к тебе Придем Держись Братишка Больше Не кончен Дождись Алеша Мы к тебе Придем Спасибо